Вы смотрите телеканал Вариант и сегодня у нас на первом плане событие, уникальное событие, которое состоится уже буквально через несколько дней. Что это за событие, нам сегодня расскажут наши гости. У нас в студии председатель Владимирского областного отделения опоры России Екатерина Краскина. Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер. И председатель комитета по развитию женского предпринимательства Владимирского областного отделения опоры России Алина Семенова. Здравствуйте, Алина. Добрый вечер. Итак, я уже нашим телезрителям обозначила событие, мероприятие уникальное. Екатерина, расскажите, что за мероприятие 13 декабря, правильно, состоится? Да, все верно. Это будет именно в пятницу 13-го. Специально выбрали? Без этого, конечно. Ведь, ну, мне кажется, все мистическое, оно в том числе, прежде всего, ассоциируется с женщинами. Мы будем проводить у Владимира первый Владимирский женский форум «Бизнес на шпильках». На самом деле мы к нему готовились морально несколько лет, потому что очень хочется, чтобы форум был интересным, полезным, активным, чтобы каждый, кто туда пришел, унес с собой и множество новых контактов, и много полезной информации. Поэтому, наконец-то, это мероприятие состоится. Его традиционно организует, безусловно, наш Комитет по развитию женского предпринимательства. Очень сильная структура на федеральном уровне. Здесь у нас есть представительство. И, конечно, при поддержке Департамента по развитию предпринимательства. Как я всегда говорю, мы две главных структуры, куда нужно обращаться малому бизнесу. Будь то женщины, будь то молодежь, мы стараемся профессионально это позиционировать. Ну, как я понимаю, сама идея пришла не вчера и не позавчера, а достаточно давно. Почему так долго, вот вы говорите, долго готовились, почему так долго шли к этому мероприятию? Вы знаете, хотелось так много всего сделать интересного. У нас, на самом деле, было очень много споров, да, что там представить. Поскольку мы федеральная структура, и очень много интересных людей, которые хочется к нам привезти сюда, в Владимир. Мы старались сделать несколько площадок вот на нашем фестивале «Реки руки», на таких больше узкоспециализированных, которые касаются больше рукоделия. И вот в конечном итоге мы выросли до большого форума, и мы делаем его непосредственно прямо перед Новым годом. Вот все это настолько совпало, и пятница, и тринадцатый, и женский форум, и Новый год. И вот эта вся феерия, она, думаю, что у нас появится просто чудеснейший форум, который запомнится всем очень надолго. Ну, давайте, прежде чем поговорим об участниках, объясните мне название «Бизнес на шпильках». Вот кто придумал, как вообще-то родилось название, кто расскажет, Алина, Екатерина? Ой, вы знаете, да, действительно, мы перепробовали очень много всего, очень было тоже юмора, да, на эту тему, там, типа, талия в корсете, да, то есть, ну, тут нужно по-разному обыграть эту тему, но вот, наверное, это подчеркивает лучше всего, что, как бы, женщина, она все-таки уникальная, да, и, соответственно, что лучше всего подчеркивает женщина, это та самая шпилька. Поэтому мы для себя решили, что мы всех женщин ждем и приглашаем исключительно на шпильках, чтобы лишний раз подчеркнуть. Но мы просим наших уважаемых участниц, чтобы они приходили именно на шпильках. Ведь вспомните, вот из любого фильма, как это красиво, когда заходят женщины, да, в красивом платье и на шпильке, и когда их еще идет много красивых, активных, улыбающихся женщин и все на шпильках. Ну, и как-то сразу же возникает ассоциация, что это активные женщины. Активные женщины в наше время, это практически 100% это женщины-предпринимательницы. И тогда участницы, кто будет участвовать? Мы на самом деле приглашаем всех женщин, да, которые хотели бы как-то спозиционироваться и познакомиться с другими успешными женщинами. Но акцент мы делаем исключительно на бизнес-леди, на женщин, которые либо хотели заниматься бизнесом, либо хотят на текущий момент, да, либо уже им занимаются. Поэтому у нас весь форум, он разбит на множество разных площадок. Начинаем мы с нетворкинга, именно такая задача, чтобы перезнакомить всех друг с другом. И туда мы прежде всего приглашаем участниц нашего проекта «Мама-предприниматель», поскольку он уже проходил у нас 4 года подряд. И, соответственно, сами участницы говорят, вот, а мы очень хотим продолжить наше общение. Многие из них уже сделали бизнес. Кто-то по-прежнему еще думает, взвешивает все шаги. Вот, и, соответственно, они тоже у нас будут принимать активное участие в нашем форуме. Я могу добавить по целевой аудитории нашего форума о том, что отдельно спикера из города Перем, Ольгу Лебедеву, мы приглашаем на тему, как из хобби сделать в бизнес. И она специализируется на такое красивое словосочетание серебряных предпринимателей. Это женщины предпенсионного, пенсионного возраста, для того, чтобы они тоже могли найти свое место в жизни. Конечно, это женщины предприниматели, как Екатерина Васильевна сказала, именно мамы и действующие предприниматели. Но вот серебряные предприниматели хотелось бы тоже видеть, поэтому приглашаем. Но ведь не все будут спикерами. Как много вообще спикеров, как много выступлений планируется? А я посчитала перед тем, как ехать. У нас 19 гостей. И наш форум совмещает... Один день будет форум. Один день форум, 19 основных спикеров. И наш форум совмещает разные форматы, начиная от нетворкинга. У нас будет пленарное заседание, где VIP-гости будут представлены, в том числе и представители государственных структур, и научный взгляд на женское предпринимательство. Мы будем об этом говорить. Дальше у нас будут такие мастер-классы тематические по полчаса. И последний формат, это еще 8 спикеров, формат «Печа-куча», где за 6 минут 20 секунд девочки будут представлять интереснейшие темы. Как совмещать бизнес и семью, когда бизнес совместный. Как делать бизнес с подругом. Как заниматься социальным предпринимательством. И не только приносить благо обществу, но и на этом зарабатывать. Поэтому 19 спикеров есть, кого послушать и на что посмотреть. Ну, как я понимаю, спикеры уже выбраны, а вот относительно участников заявки принимаются, так? Да, конечно, заявки принимаются, участие абсолютно бесплатно. Можно заявиться лучше всего в онлайн-режиме через наш сайт опора-владимир.ру. Туда заходите, там сразу центральный баннер про наш форум. И туда переходите. Соответственно, вся программа, все для себя можно посмотреть, изучить, посмотреть на наших удивительных спикеров. И, безусловно, оставить заявку на регистрацию. А для тех, кто не умеет это делать, вы просто приходите. Конечно, это как раз те самые серебряные предприниматели далеки от интернета. Мы двери держим для всех открытыми. Поэтому, если у вас не получилось или вы не успели зарегистрироваться, вы можете просто прийти, заполнить все необходимое на месте, на регистрации и также принять участие. Подставим стульчики, если что. Вот, кстати, если учесть такое количество спикеров, столько разных активностей, да, если это так можно назвать, и заседания. То есть, как я понимаю, человек, если придет, все он посетить все равно не успеет. Правильно ведь? Вот как здесь, может быть, есть какой-то совет, Алина, может, вы дадите совет, как выбрать, куда сходить? Может быть, есть какие-то места, которые нужно обязательно посетить? Какой-то, я не знаю, мастер-класс или спикера, которого нельзя пропустить? Опять же, это все зависит от статуса женщины, которая хочет посетить, от того этапа, на котором она находится в бизнесе, будь то только намерение заниматься этим или уже действующий предприниматель. Я рекомендую зайти на сайт «Опор» и познакомиться с программой, отметить для себя темы. Возможно, посещение отдельных блоков, поэтому мы здесь не ограничиваем. Конечно, сложно, особенно для мам-предпринимателя, отсидеть целый день и посвятить этому целый день. Мы будем очень благодарны тем, кто это сможет, и приготовили даже небольшой сюрприз для тех, кто до конца досидит, можем так сказать. Ну, кстати, время, вот у меня заявлено время с 12 часов до 20.15. Да, все верно, до 8 вечера. До 8 вечера, такой женский интенсив, я не знаю, бизнес-корпоратив, да? Вот я бы, наверное, так сказала. Ну, с учетом Нового года, да, наверное, можно и так назвать. Возраст. По гендерному признаку понятно. Ждете только женщин и только на шпильках? Ну, в общем, да, хотя у нас спикеры не только женщины. Для чего взяли спикеров мужчин? Для разнообразия. Чтобы это как раз был другой взгляд, да. Куда мы без них? Ну, а мужчины-спикеры, чему они будут учить? Также бизнесу? Мужчина у нас именно, да, приходит исключительно с точки зрения, чтобы осветить и показать свой взгляд. И выступление это как раз в пленарной части. Безусловно, в практической части, когда идет самообучение и передача опыта, это только наши милые женщины, потому что из уст в уста, из опыта в опыт. А вот в пленарной части мы ее специально выстраиваем таким образом, чтобы показать разный взгляд на женский бизнес. Научный взгляд, да, то есть взгляд нашего государства, мужской взгляд, там, взгляд банковских структур, взгляд тех людей, которые уже настолько давно занимаются бизнесом, да, ну, например, Бородина Валентина Дмитриевна, всем известная наша дама, руководитель Владимирского областного союза женщин. У них, на самом деле, даже в самом союзе абсолютно разный взгляд на бизнес. Надо или не надо этим заниматься женщинам, да, то есть, и, безусловно, молодые участницы, да, то есть это будет вот разный взгляд для того, чтобы каждый для себя действительно определился, зачем он это делает, как это сделать лучше, ну, и вообще надо ли этим заниматься. Возрастной ценз. Вот возрастной ценз мы для себя не устанавливали, в общем-то, абсолютно никак. Вот женщины в любом возрасте прекрасны, и в любом возрасте женщины в любом возрасте может заниматься бизнесом. Это наша точка зрения, которой мы придерживаемся и пропагандируем дальше. А вот, кстати, сталкиваетесь ли вы с таким мнением, что все-таки мужчина более успешен, удачен в бизнесе, и все-таки женский бизнес – это, ну, скажем так, что-то такое мини? Я могу сказать, что есть мужские стратегии ведения бизнеса и женские стратегии ведения бизнеса. И на самом деле некоторые мужчины выбирают женские стратегии, а некоторые женщины выбирают мужские стратегии. Это мужчина ставит цель, достигает ее, идет напролом, пробивая все стены, и женщина тоже так умеет, но это не вполне для нее гармонично. И бывают люди, которые выбирают женскую стратегию, когда это гибкость, мягкость, умение подстроиться, умение договориться. И когда-то я прочитала в книге, в одной, что президент Америки Трамп как раз занимается женскими стратегиями ведения бизнеса. Он еще не был тогда президентом. Президентом мы можем сделать вывод, на самом деле, что на данный момент, учитывая эпоху, учитывая нынешнее состояние экономики, женские стратегии, возможно, даже более результативны, чем мужские. Я бы здесь еще добавила, это просто разные критерии успешности. Каждый для себя успех определяет сам. И критерий, например, для женщины, на мой взгляд, это получение удовольствия, удовлетворения от того дела, которое ты делаешь. То есть принесение пользы определенной и обществу, и себе в том числе. А у мужчины это прежде всего достижение результатов, высоких результатов, высоких прибыли, выход на достаточно большие, высокие позиции. И те, и другие, они очень успешны. И те, и другие считают себя успешными, и общество их такими считает. Поэтому здесь, на самом деле, я бы вообще не распределяла и не разделяла успешность мужского и женского бизнеса. Ну вот смотрите, вы сейчас говорите о женском бизнесе, о женском предпринимательстве. Но ведь очень часто женское предпринимательство, оно семейное. Вот здесь, где вот эта грань? Бизнес женский или бизнес семейный? Ну не зря у нас сейчас, наверное, вводят в законодательство новое понятие семейный бизнес. Вот скорее всего, именно в том числе и с той целью, чтобы опять же не разделять и не властвовать. То есть, на мой взгляд, в таком виде бизнеса самое главное – правильное разделение полномочий. И там фактически остаются два руководителя, просто каждый ведет свое определенное направление. Но это не относится, скорее всего, ни туда, ни туда. Да, это действительно отдельный семейный бизнес. На форум таким с семейным бизнесом ждете в качестве? Да, конечно, но мы ждем именно женщин. То есть, женщина пусть приходит, муж пусть посидит дома. Она расскажет о... Да, конечно. Вот, кстати... Она научится еще каким-то нюансам, придет, передаст супругу. Он придумает, как это сделать еще лучше. А вот в чем, вы видите, самую главную цель этого форума? Ну, вот обучение как бы явно, да? Причем, как я понимаю, для тех, кто посетит этот форум, для участников, это бесплатное обучение, это огромный пласт знаний от совершенно разных людей. Но ведь помимо обучения, ведь, ну, это не самое, наверное, главное, основное. Такая есть какая-то вот прям главная цель? Ради чего все это? Для себя я ставлю главную цель, для нашей организации «Опора России». Это та самая цель, которая была поставлена изначально для создания женского комитета. Когда посчитали те возможности, которые могут двигать и развивать нашу экономику, они прежде всего лежат в целевой аудитории. Это развитие молодежного предпринимательства и развитие женского. Следующий этап, как вы правильно сказали, семейного бизнеса. Это как раз сейчас поэтапно все и идет, и развивается в эту сторону. Именно поэтому мы ставим себе задачу, чтобы у нас стало больше женского бизнеса, больше успешного женского бизнеса, и тем самым увеличить вклад в экономику нашей страны, именно женского предпринимательства. И мы бы хотели, чтобы и начинало больше нового бизнеса, да, начиналось, вот, и чтобы действительно приносить максимальную пользу. Это только происходит, когда выстраиваешь все профессионально. Именно это мы и хотим сделать, поделиться опытом, как сделать профессионально. У нас выступают именно успешные женщины, как из города Владимира, так и из других регионов нашей страны, которые приезжают специально, чтобы поделиться этим опытом. Вот, кстати, спикеры. Каким образом выбирали спикеров? Это тоже Калинин. Да, как выбирали спикеров. Вот этот спикер будет выступать, а этого не пригласим. Ну, я не говорю, допустим, про Владимирских, а по какому принципу, допустим, выбирали спикеров из других областей, из других? По послужному списку. Да. Конечно, нам хотелось бы видеть ярких представительниц, у которых за плечами уже есть большой в этом опыт, которые не только расскажут, как все здорово в женском бизнесе, которые поделятся со сложностями, с чем женщина сталкивается. И как их преодолевать? И как их преодолевать, безусловно. У нас даже есть отдельная тема про розовые грабли, как на них не наступить. И именно так мы выбирали тех, кого пригласить из других регионов. Из Владимирских спикеров, из нашего региона, мы выбирали, безусловно, во-первых, тех, кто дружит с женским комитетом, кто состоит в женском комитете. Это яркие представительницы, вы видите их на экране, те, которые достигли в нашем регионе своих результатов. А потом я как руководитель общаюсь с большим кругом женщины. Я знаю, у кого есть способности поделиться, и именно доступно изложить ту информацию, которая есть у них в головах. Это тоже важно, потому что кто-то может быть очень успешным бизнесменом, но не совсем хорошим спикером. Или этому тоже учите? Этому учим, но на форуме не учим. А вот, кстати, по поводу опыта. Как вы считаете, какой спикер важнее? Тот, у кого есть, я не знаю, 10-15-летний опыт за плечами, или, возможно, успешный опыт, но год-два? Вот на сегодняшний момент кто интереснее? Не разделяю здесь так же. Это зависит очень многое от сферы, от той ниши, в которой женщина ведет свою деятельность. Потому что, например, IT-сфера, она вот только за последние годы начала развиваться, и тут вряд ли кто-то может похвастаться 15-летним опытом ведения бизнеса. А есть сферы, которые, например, воспитание детей, да, или развивающие какие-то клубы, вот в этом с опытом, конечно, приоритетнее люди. Достаточно ли у нас еще незаполненных ниш для того, чтобы новые девушки, женщины начали заниматься своим бизнесом? Вы знаете, мне кажется, бизнес – это тем и интересная сфера сама по себе, что он никогда не останавливается. И новые ниши есть всегда. Мы всегда находимся в развитии. Каждая сфера деятельности у нас развивается, появляется что-то новое, какие-то новые технологии, новые идеи. И предприниматели – это как раз те самые люди, которые новаторы, которые творят нашу жизнь. И, соответственно, здесь можно найти все, что угодно. Например, нам кажется, что уже вроде бы там в сфере общественного питания мы уже видели все, да, но в то же самое время у нас открываются там новые ресторанные комплексы, и там какие-то новейшие, интереснейшие вещи, которых у нас, например, во Владимире нет. То есть у нас действительно еще очень много чего нету, и ниш можно найти абсолютно в каждой сфере деятельности. Это моя устойчивая точка зрения, и мы действительно помогаем. То есть было бы желание, горели бы глаза, и хотя бы какие-либо знания, да, то потому что совсем без знаний, совсем без опыта очень сложно двигаться в бизнесе. В этом отношении мне очень нравится нынешняя молодежь. Если раньше, там прям буквально 15-20 лет назад, да, действительно никто не хотел идти в бизнес, там все считали, что лучше пойти в чиновники, то сейчас молодое поколение – это абсолютно свободное поколение, это как раз поколение бизнесменов, которые готовы идти в бизнес и готовы создавать новые продукты. При этом они точно так же стремятся обучаться. Ведь сейчас обучение происходит гораздо быстрее, гораздо легче. И вот это вот все сочетается, и я так думаю, что это вот прям буквально в ближайшие несколько лет у нас будет очень большой скачок в появлении новых предпринимателей, именно благодаря тому, что подрастает то самое поколение, которое готово создавать новый бизнес. Ну а пока, значит, нужно достать или купить туфли на шпильках. Да, желательно красные. Желательно красные. О, вот это да, вот это важно. Ну тогда вообще красота. Я думаю, что мужчины будут очень разочарованы, что их туда не пустят на такое прекрасное мероприятие. Пустим. Вы знаете, если они придут, мы, конечно, пустим. Мы же не будем устраивать стенку. И они придут тем самым изюмом. Да, да. Но все равно ждем женщин. 13 декабря с 12 часов где? Парк-отель Вознесенская Слобода. Желательно заранее зарегистрироваться? Да, конечно. Мы будем благодарны просто хотя бы понимать, сколько стульчиков надо поставить и сколько подготовить раздаточного материала. Потому что, безусловно, как бюджет, без бейжа, как без имени. Нужно же знать, каким образом друг к другу обращаться. Поэтому лучше зарегистрироваться. Это либо на сайте опоры, опора-владимир.ру, либо по городскому телефону 53-36-75. Ждете не только тех женщин, которые уже занимаются бизнесом, но и тех, у кого, возможно, есть бизнес-план или есть большое желание. Да, и именно поэтому хочу добавить к целям форума. Это вдохновить тех, кто хотя бы немножко задумывался о начале своей предпринимательской деятельности. Именно дать им эту искру, показать яркие примеры успешных женщин и дать энергию на первые шаги. Это тоже из таких приоритетных целей форума. Итак, 13 декабря в Вознесенской Слободе бизнес на шпильках. Наши гости сегодня это председатель комитета по развитию женского предпринимательства Владимирского областного отделения опор России Алина Семенова и председатель Владимирского областного отделения опор России Екатерина Краскина. Если с этими прекрасными девушками вы еще не знакомы, то 13 декабря будет возможность познакомиться. Собственно говоря, для этого... До свидания, мы вас ждем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.